Всем привет, меня зовут Диана и в этом видео мы с вами будем обозревать куаш, который уже, наверное, многие в принципе попробовали. Достаточно много видео в интернете об этой куаше, но я тоже не могла обойти стороной ее, потому что меня эти все видео тоже заинтересовали. Я такая, блин, надо бы прикупить. Начнем мы, конечно же, с выкраски, но перед тем, как сделать выкраску, надо сначала открыть эти краски, и вот это, конечно, немножко такой запарный процесс, так скажем, потому что нужно было вынуть как бы каждую эту вот куашинку, отодрать вот этот вот его защитный слой или как это назвать, я не знаю. И некоторые вот эти вот защитные пленки, они были приклеены так сильно, что приходилось с разных сторон пробовать его открыть, и у меня уже начинали болеть пальцы. В общем, конечно, спасибо, что вы заботитесь о безопасности красок, но художникам сложно их открыть. Так что, как бы вот эта упаковка, это, конечно, и плюс, и минус. Я еще вся испачкалась, пока эти краски доставала и обратно засовывала. Короче, я вообще сделала неправильно, нужно было просто высыпать эти краски все, пока они были закрыты, и уже открывать их по одному и вставлять вот эти вот выемки. А я как бы вынимала, вставляла, вынимала, вставляла. Заказывала я краски с алиэкспресса, но они также подаются на зоне. Я заказывала в период каких-то скидок, и мне, в общем, предложила купить эти краски на алиэкспресса со скидкой. И в то время 24 цвета по 30 миллилитров стоили почти 1400 рублей, сейчас они стоят 1800 рублей. Я, конечно, думала, заказывать ли мне с алиэкспресса за 1400, 24 цвета, или заказать сезона за ту же сумму, но там было 18 цветов, то есть там тоже, по-моему, 1300 стоили эти краски, но там было 18 цветов. Но и ждать там было бы меньше, то есть мне бы краски прошли буквально через неделю, типа это максимум. Эти же краски шли ко мне, по-моему, почти две с половиной, три недели. В общем, это не так страшно было в то время, потому что я тогда готовилась к свадьбе, и я про эти краски забыла еще на месяц, как они пришли. Я их забрала буквально после свадьбы, в 20-х где-то числах, и то есть вот с 20-го числа они у меня лежали почти месяц. Вот только через месяц решила, что надо бы уже попробовать эти краски, а то что они у меня лежат просто так. Вот я их что, просто так заказывала. Еще про упаковку хотела сказать. У гуаши очень тактильно приятная сама вот эта вот упаковка, вот этот вот контейнерчик, в котором они находятся. Она такая немножко матовая, как будто бы мягкая, но на самом деле она не мягкая, пластик там не мягкий, но вот трогаешь ее и кажется будто можно продавить пальцем, я не знаю как это описать. Еще в наборе шла палитра, очень кстати удобная довольно, с нее эта краска очень хорошо облазит. Краска как будто просто высыхает на поверхности, ее можно буквально там рукой потер и она уже вся отпала и даже мыть не надо, грубо говоря. Но я все-таки мыла палитру, потому что я потом еще пользовалась, я еще не раз рисовала этой гуашью после этого видео. Единственное, что мне гуаш пришла с браком, он не такой значительный, но неприятно все равно. У меня то есть вот эти вот ручки, которые по бокам самого контейнера, одна из них поломана. Я думаю, если я буду часто открывать эту гуашь, она в один момент отпадет, конечно, потому что там такой хороший скол. Я не стала писать продавцу, не стала там открывать спор и так далее. Вот я просто написала отзыв, что вот так-то так-то. Но я просто единственный случай, наверное, такой, потому что упакована гуашь была хорошо и отзывы там хорошие, что у всех все нормально приходит. Просто мне не повезло. Вот. Какой-то мне невезучий сентябрь был, на самом деле, получается. У них в продаже есть, как я уже сказала, по 18 цветов и по 24 цвета наборчики. Я заказала по 24, потому что там очень красивые, очень такие пастельно-нежные цвета. И то есть, конечно, их можно намешать самому, но пока ты будешь это все мешать, ты уже устанешь. И не факт, что у тебя получится, конечно, тоже такой же красивый цвет. И я ни разу, наверное, не видела ни в каких наборах гуаши такие цвета, такие прям пастельные, нежные. Вот этот вот нежно-розовый такой, светлый телесный цвет там есть. Нежный такой, бирюзовый, голубой. То есть, это прям такие милые, такие вкусные даже, я сказала, цвета. Я не знаю почему, но мне просто хочется их реально съесть. Они настолько выглядят аппетитно, как бы это странно не звучало, но правда очень приятная сама гуашь. И как и по цвету, как и по текстуре. Конечно, в наборе, где 18 цветов, там две белилы, но я решила, что пусть будет чуть побольше цветов, а белил я потом докуплю. Конечно, если бы никаких отзывов, никаких обзоров на эту гуашь не был, я бы купила 18 цветов, потому что я бы не хотела напороться на что-то плохое, потому что я планировала эту гуашью дальше еще рисовать. Если бы она была плохая, то мне было бы обидно, что я заказала, например, 24 цвета вместо 18 цветов, переплатив там рублей 500, наверное, за них. Ну, я такая, блин, столько отзывов хороших и столько обзоров хороших, надо, наверное, все-таки 24 цвета заказать, потому что там и цвета красивые, и для намешивания будет меньше, как бы, тратится времени, потому что для меня время это довольно-таки важный аспект. Вот, и если, как бы, у меня уже есть готовый светлый телесный цвет, то зачем я буду его сама намешивать, если я могу вот из баночки взять, там чуть-чуть белила или, наоборот, розового добавить, и у меня уже будет нужный мне цвет. Вот, кстати, про закончиться. Я сказала, что если у меня белила закончится, я куплю, как бы, новые белила, это ничего страшного, но мне также было интересно, если у меня закончится какой-нибудь розовый цвет или там коричневый цвет, который мне нужен был. Что тогда мне делать? Есть ли отдельные вот эти вот баночки, продаются ли они вообще? Я опять полезла, естественно, в интернет, полезла в озон, полезла валик. И, короче, они, конечно, есть, продаются такие тюбики, очень красивые, между прочим, тюбики, но один тюбик стоит 300 с лишним рублей, как бы, ну, 300, там, 10-320 рублей. Там, конечно, 100 миллилитров, а нам нужно всего 30 миллилитров, потому что у меня баночки по 30 миллилитров. Вот этот вот тюбик можно использовать, грубо говоря, там, три раза, и получается, за каждый тюбик ты платишь 100 рублей. Вроде бы, звучит и выгодно, то есть, как бы, 100 рублей за баночку, это не так дорого. Но в то же время, ты видишь, они по 300 рублей, и такой, блин, наверное, я куплю просто какую-нибудь гуашь или акрил белый, и все, и мы на этом зайдемся. Я вот, кстати, не знаю, как реагирует эта гуашь на акрил, потому что мой прошлый набор гуашь, он реагировал нормально, то есть, они все смешивались между собой неплохо. А эту гуашь я еще не пробовала пока что. Я даже не знаю, нормально ли он будет реагировать на мой белый акрил, если я смешаю, не потрескается ли там где-то что-то, не отойдет ли там что-то от основы. В общем, надо тоже проверять. Но в любом случае, как бы, если у вас краска какая-то кончится, там розовая, не знаю, красная, то вы можете купить также на Алике или на Азоне найти эти наборы, и там под этими наборами будет предложка из этих красок, которые вам нужны. Сами краски очень приятные, как я уже говорила. Я давно не рисовала такой свежей гуашью, как вы видели, наверное, на последних видосах, где я там вот эти вот карточки рисовала. Там у меня была очень старая гуашь, ей уже, наверное, года четыре или пять. Мы ее покупали еще с подругой, когда учились в колледже. То есть, это у нас одна гуашь на двоих была, потому что гуашь нам не так нужно много было для рисования. Вот, и мы купали один набор на двоих, и вот он у меня остался. И он уже весь высох, я его постоянно там размешивала, чтобы он пришел какой-то нормальный более-менее вид. Но это совсем не то. То есть, вот эти вот гуаши, они такие прям свежие, такие прям мягкие, такие пастозные, так ложатся прям приятно на бумагу. Я еще специально купила бумагу потолще. Правда, я не смогла найти специальной бумаги, точнее, специального скетчбука. Бумага-то есть, а мне нужен был скетчбук. Не отрывной никакой, а просто вот связанный скетчбук, чтобы оттуда листы не выпадали. Вот, мне нужен был скетчбук для гуаши. Я смотрела и на озоне, и на алике. Я не смогла найти чего-то адекватного за адекватную цену, которую я готова потратить. И поэтому я купила просто какой-то скетчбук для акварели. То есть, он немножко пупырчатый, но это, в принципе, не мешало мне рисовать. И иногда, конечно, да, застревала краска в этих пупырках, но это не так критично. Я нашла какой-то скетчбук на озоне плотностью 200, по-моему. И на эту бумагу гуашь ложится хорошо, довольно-таки, довольно крепко. И сохнет она быстро. Я видела в обзорах, что люди говорят, что сохнет довольно долго, но, возможно, как раз-таки дело в бумаге, потому что у меня краска высыхала довольно быстро, она не смазывалась. То есть, пока я намешивала следующий цвет, там цвет уже высох. Мешиваются между собой, они также хорошо. Получаются довольно-таки чистые цвета. То есть, если там брать коричневый и белый, смешать между собой, получится такой красивый пастельный коричневый цвет, а не получится там какая-то грязь, что у меня иногда получалось с моей старой куашью. Но тут, скорее всего, причина, потому что она уже старая. Ну и там цвета в моей старой куаши, они не такие нежные, такие пастельные были. Там были вот обычные реально цвета. Я говорю, я никогда не видела именно таких цветов в наборах куаши, чтобы они были такими вот нежными. Обычно там берут синий, красный, какой-нибудь фуксия цвет, бирюзовый. И они все яркие, все очень такие грубоватые, даже, я бы сказала, темноватые. Вот. А тут даже какой-нибудь красный-коричневый, он довольно выглядит красиво. То есть, красивые цвета реально. Также еще, когда я уже купила, когда мне эта гуашь уже пришла, я ее уже открыла, увидела эти баночки, я подумала... Я только тогда подумала о том, что... А что делать? Как бы с гуашью, как ее так прикрыть, чтобы она не высохла? Потому что у гуаши нет никаких там крышечек, которые бы могли прикрыть гуашь, чтобы она не высохла. Обычно же там в баночках, которые гуашь продают, она всегда с крышкой как бы, или если в тюбиках, то она тоже с крышкой как бы. И естественно гуашь там не высыхает. А тут гуашь на открытой поверхности. Я думала, блин, она же высохнет. Что тогда делать? И тут мне на алике попался какой-то раствор. И я этот раствор, сразу говорю, я не покупала. Мне кажется, там просто вода. Но ее продают что-то там за 1000 рублей, что ли, или за 800. То есть очень дорого. Вот. И какая-то гуашь. Специально вот эту вот какую-то водичку придумали даже, чтобы ее сбрызгивать там и так далее. Но я вот когда рисовала последний раз, гуашь, конечно же, высохала, пока она вот лежала на открытой поверхности. Но я ее просто сбрызгивала водой из пульверизатора, и все было нормально. Гуашь приходила в то же состояние. Поэтому, я не знаю, мне кажется, не стоит покупать эту водичку за 1000 рублей. Она того не стоит. Мне кажется, можно просто сбрызнуть водой. Там, конечно, возможно, в той водичке за 1000 рублей. Там что-то еще добавлено. Я составы не читала, не смотрела. Но все равно звучит как-то не очень, что нужно еще докупать водичку. Потому что вот они специально не придумали крышки для гуаши, чтобы вы отдельно еще купили водичку. Вот. Поэтому какой-то такой маркетинговый ход или что это, я не знаю. Но, в общем, выглядит не очень. Однако же хочу сказать, что гуашь, она не высыхает, что странно. У меня гуашь, например, лежала примерно неделю после того, как я с ней пользовалась. И я решил ее открыть, посмотреть, как она там себя чувствует. Может, она высохла, может, ее там нужно сбрызнуть. Хотя, мне кажется, сбрызгивать надо просто перед работой, а не открывать там раз в неделю. Вот. Но я просто решила проверить эту гуашь, как она вообще выглядит. И она вообще не высохла. То есть она неделю лежала, конечно, не открытая. Она была закрыта вот этой вот огромной крышкой. Но она неделю лежала вот под этой крышкой. И она не высохла. Она такая же как бы густая, такая же свежая. То есть, будто я только-только ее открыла. Но на открытом воздухе она, наверное, высыхает минут через 30-40. И то, знаете, высыхает она не полностью, не полностью вот эта вот коробочка становится камнем просто. Нет, она высыхает просто, у нее поверхность немножко такой становится суховатой. Но если, например, запустить внутрь кисть или палец, то внутри она довольно-таки жидкая. Вот. И поэтому просто я смазывала сверху. Даже смазывала, сбрызгивала, точнее, сверху гуашь, чтобы она немножко там это пропиталась водой. Я, конечно, опять-таки же говорю, что я не эксперт. Я не знаю ничего практически про гуашь. Я не рисовала никогда гуашью так, как-то на серьезке, наверное, так скажем. Я рисовала ею только в колледже, когда нам говорили по живописи, что нужно нам нарисовать что-то. Или если по какому-то предмету дизайна нам тоже говорили, типа, нарисуйте гуашью, это такое задание. Я рисовала, поэтому у нас была куплена вот одна гуашь на двоих. Потому что, я говорю, мы не так часто ей пользовались. И вот такие вот материалы, как гуашь, акрил, меня начали интересовать только вот в последнее время. Поэтому я немножко так пытаюсь войти в состояние какое-то, чтобы понять, а как с этой гуашью это рисовать, с этим акрилом. Вот. Поэтому я не знаю, что будет с этой гуашью там через год или через полгода вот таких вот сбрызгиваний просто водой. Но мы с вами вполне можем за этим понаблюдать. То есть через год снять опять-таки же видео. Я вам просто покажу, как выглядит краска через год. И как раз таки узнаю, решает ли что-то, что я ее сбрызгиваю водой. И вообще, сколько цветов у меня за год интересно закончится, буду ли я так часто ими пользоваться. Так что у нас немножко такое экспериментальное видео получается длиной в год. Но я надеюсь, что я не забуду через год про это видео и реально его сниму. Особенно, если будут какие-то изменения, если будет видно, что там вода на гуашь влияет не так хорошо. Потому что мне все-таки кажется, что вода на гуашь не очень влияет в том плане, что гуашь же не очень любит воду. Вот. И может быть там цвета станут более не такими приятными. Или вообще гуашь высохнет, я не знаю. Вообще я купила гуашь, потому что мне хочется порисовать ей какие-нибудь пейзажи. Я бы хотела и акрилом порисовать, но акрил сохнет намного быстрее, чем гуашь на палитре. Поэтому я купила из этого и гуашь. Ну и еще мне нужно доделать те карточки, которые с персонажами из Геншина. Также, возможно, я еще что-то придумаю. Вот. Я увидела просто на Пинтерсе вот эти вот картиночки, где такие довольно, как это назвать-то, вроде бы иллюстративные виды пейзажей, но в то же время они довольно живописные. И мне хочется тоже попробовать в этой стилистики. Я не знаю, получится у меня или нет. Потому что я уже давно смотрю на эти пейзажи, на самом деле. Я уже года три, наверное, на них смотрю и восхищаюсь, но то же самое сделать не могу. Потому что у меня не было для этого красок, у меня было только масло, но масло как бы оно сохнет довольно-таки долго и не совсем, наверное, подходит под это. Акрыл для меня пока слишком быстро, а вот это гуашь, я думаю, будет как раз. Так что будем с вами учиться, и это еще точно не последнее видео про эту гуашь. Буду с вами рисовать всякое. Вообще, в этом видео я уже должна была рисовать пейзаж какой-нибудь. Ну, не то, что какой-нибудь с Геншина. Но я, в общем, увидела на вот этих вот крышках, точнее, не крышках, а на вот этом защитном слою я увидела остатки красок. И меня жабы душило просто так их выкинуть. Я решила просто потренироваться этой краской и порисовать что-нибудь. По итогу получилась не тренировка, а получился довольно полноценный скетч-рисунок, так скажем. Поэтому в этом видео не будет никаких уже пейзажей. Это мы как-нибудь другой раз. В этот раз мы рисуем вот лысую эльфийку. Не знаю, почему она лысая, вот, но, в общем, не спрашивайте. Вообще, изначально я хотела нарисовать что-то с зеленым цветом, потому что на вот этих вот защитных слоях очень много осталось именно зеленых оттенков, зеленых и синих оттенков. Я думала нарисовать какой-нибудь, может быть, лес там и так далее, но я поняла, что для начала это будет довольно-таки для меня сложновато, наверное, без такой-то тренировки. Вот, а как быть человека я уже умею рисовать там портреты. Я и просто решила вот добавить этот, как бы, венок. Однако зеленого я все равно использовала мало, потому что в этом венке он использовался буквально там одна капелька. И пока я рисовала саму кожу, краска на вот этих вот защитных слоях, она уже успела высохнуть, можно сказать, и некоторые цвета уже просто, как бы, не брались, они уже просто засохли. Так что я, как бы, хотела, чтобы все ушло в дом, все ушло в пользу, но так же мне пришлось эти потом защитные слои выкинуть, потому что они уже, грубо говоря, высохли просто, пока я рисовала остальное. И пришлось уже, как бы, рисовать красками из самих баночек. Естественно, потом я также доделала этот рисунок немножко цветными карандашами, потому что мне очень нравится зачитание гуаши и цветных карандашей. Также такой небольшой интересный факт или интересное что, я не знаю. В общем, мне эта гуашь, как бы, приходила с Алика, она приходила на почту России, и у почты России есть такой прикол, что он отправляет тебе уведомление, что вот ваша посылка тут, ваша посылка там. И мне, когда пришло уведомление про эту гуашь, я не знала, что это именно эта гуашь, мне, в общем, пришло уведомление, и там было написано, типа, кому Диане, и от кого от Дианы. Там, видимо, отправительница тоже какая-то Диана, там Диана Фу, что ли, ее звали. Я такая думаю, что это мне интересно придет от Дианы. То есть я не знала, что мне, какая мне посылка должна прийти, потому что у меня там было несколько посылок на очереди. И вот, забавно, что мне пришла гуашь от Дианы. Такой просто забавный, интересный момент. В общем-то, подытоживая все это, хочу сказать, что гуашью я очень довольна, особенно вспоминая свой прошлый опыт с той гуашью, которая уже вся засохла. Вот, однако же все равно, сравнивая с той гуашью, я же помню, какая-то гуашь была в начале. И то есть в начале она тоже была довольно пастозной, но в то же время что-то в этой гуаше было не то, что-то в ней не хватало. И иногда она ложилась какими-то пятнами. От этой гуаши каких-то пятен я не заметила. Они были довольно-таки густыми, густые, накладывались очень приятно на лист и высыхали довольно быстро. Единственное, что хочу, наверное, сказать, отметить, эта гуашь, она очень странно себя ведет при высыхании, в том плане, что цвет довольно-таки странно выглядит. То есть, допустим, я проложил какой-то там светло-телесный оттенок, я потом хочу сделать тени, я беру вроде бы как темный цвет для теней, темнее, чем сама основа, я крашу, но получается все равно какой-то светлый цвет. То есть он высыхает и он довольно хорошо так высветляется на самом деле. То есть пока ты его кладешь, он вроде бы темный, а потом он высыхает, вся вода испаряется и гуашь очень хорошо так светлеет. Ну это, в принципе, минус всех гуаши, когда они светлеют, но тут это прям как-то очень заметно, наверное, что вроде бы ты положил темный цвет, потом он высох, и ты смотришь, и уже как будто бы ничего не было, как будто ты тот же цвет положил. Вот, там буквально различия бывают на пару тонов. Возможно, нужно прям брать очень резкие цвета, очень резкие границы для теней, для света. В общем, вот этот вот момент меня, наверное, немножко смутил. Я к нему не совсем привыкла, потому что, говорю, я гуашью не рисовала вообще никогда, можно сказать. Придется, короче, к этому моменту как-то привыкать, как-то сноровываться, понимать, что вот он очень хорошо так светлеет при высыхании. Потому что у прошлой гуаши прям такого различия по цветам я, наверное, не замечала. А тут прям это видно. Ну, и мне как бы неискушенному человеку, неискушенному гуашью человеку эту гуашь показалась очень довольно-таки хорошей. То есть, если бы я не снимала какие-нибудь видео в интернет, то, естественно, я бы потом покупала бы эту же гуашь, когда у меня она бы закончилась. Но, скорее всего, я не буду ту же самую гуашь покупать потом, я буду экспериментировать. Я хочу все-таки попробовать и другие гуаши от других производителей, и вам показать, и найти какой-то свой идеальный баланс в этой гуашевой истории. Найти для себя идеальные такие гуаши, так скажем. Пока что вот эти меня устраивают вполне, я с ними буду рисовать дальше, пока там не половина этих них закончится. Возможно, там следующий обзор на какой-нибудь гуашь будет только через год. Вот. Ну, а так как я снимаю как бы видео в интернет, я хочу и какое-то разнообразие и вам показать, и самой попробовать, естественно, интересно. Поэтому гуашь довольно-таки хороший, тем более за такую цену, это не так много для гуаши. Хотя, например, если бы не было сейчас лет 18, я бы увидела гуашь за полторы тысячи, я бы подумала бы, что, блин. И смеетесь надо мной. Покупать в гуаши за полторы тысячи? Нет, спасибо. Но я сейчас уже привыкшая к этим ценам на всякие художественные материалы, и я понимаю, что полторы тысячи для гуаши это очень дешево даже, наверное. Но вот у меня реально не к чему придраться в этой гуаши. Вот единственное, что я сказала, это про высветление очень сильное, и все. Остальное меня полностью как бы устраивает. Я буду дальше ее рисовать и карточки вот эти вот свои, и буду пробовать рисовать вот эти вот пейзажи, которые я хочу научиться рисовать. Так что советую, ставлю лайк, и вот это вот все. И вы там поставьте лайк, да? А вот почему бы и нет. В общем, в любом случае, спасибо вам, что вы прослушали мой обзор такой. Я не знаю, конечно, можно ли это обзором назвать, но в общем, в любом случае, я показала вам какой-то, возможно, новый вид гуаши. Возможно, вы о ней не знали, возможно, вы первый раз вообще ее видите. Ну и рассказала, естественно, свое мнение про эту гуашь. Вот. Увидимся в следующем видео. Всего вам хорошего, спасибо за просмотр. Удачи вам и пока! Субтитры сделал DimaTorzok